Манящая, экзотическая и далекая Япония, другая, непохожая культура увлекла могилевчанку Анастасию Ковалеву еще с детства. Но самым захватывающим стало для нее коллекционирование предметов традиционной культуры и национальной японской одежды кимоно. Сегодня в коллекции более трех десятков экземпляров, а также пояса и различные аксессуары. Я хочу заразить людей красотой, я хочу, чтобы люди любопытствовали, что им стала интересна такая далекая страна. И они бы поняли, почему все именно так. Потому что отсюда кажется, что кимоно непрактичное, неудобное, странное, непонятное, может быть, ненужное. Но по факту это такой пласт культуры, в котором можно разбираться до конца жизни, наверное. И вы всегда будете чему-то удивляться. В Брест Анастасия привезла половину своей коллекции. Каждое кимоно – ручная работа. Расшито богатыми узорами, либо украшено рисунками на основе рисовой пасты. Хранит свою легенду, рассказывает неповторимую историю, указывает на статус владельца и имеет строгое предназначение. Путикака – это свадебная накидка, которую надевают девушки, когда проходят церемонию бракосочетания, обычно в синтонистском обряде. Оно важно тем, что на нем, во-первых, благопожелательный символ и всегда. Оно всегда ярко расшито и расписано. В него всегда вложено бешеное количество работы. Это всегда очень дорогая вещь, которая признана подчеркнуть важность вашего события. А кроме того, она пришла к нам от высокопоставленных самурайских жен. Курту Мусаде – это самое формальное для замужней женщины кимоно. У него пять гербов, то есть это пять показываний вашего клана. Как бы вот пять раз написана ваша фамилия. Это значит, что вы суперформальные, вы на самом высоком уровне сейчас находитесь. Допустим, свадьба детей, прием у какого-нибудь министра, или важная заграничная поездка, где вы представляете страну, вы, скорее всего, будете именно в таком кимоно, как замужняя. Если не замужняя, вы, скорее всего, будете в фрисуде. Также в экспозиции можно увидеть национальную японскую обувь, веера, альбом для фотографий конца XIX века, различные аксессуары, посуду и традиционные предметы обихода. Желание соприкоснуться с культурой и историей Японии не просто собрало множество заинтересованных, но и вдохновило посетителей выставки. Дрожат про любовь, дрожат на ветру, росинки на листьях мисканта. Никаких нет, но союз наш еще не прочнее, хотя и живу надеясь. Прекрасные вещи. Это неожиданность. Неожиданность у нас одно, а здесь совсем другое. Иной мир. Во-первых, это экзотика для нас. То есть мы как бы свои славянские и традиции, и наряды, и обряды, мы все это знаем. Япония от нас далека, поэтому для нас это что-то такое, ну, наверное, как какая-то другая галактика. Вот, учитывая, что Япония – это вообще остров, и который как бы вообще живет изолированно, ну, как бы относительно территориально, вот, поэтому не всегда мы можем туда попасть. И, конечно, хочется узнать их традиции, обычаи, нравы, естественно, одежда. Поэтому это очень интересно. Это надо, потому что общение между людьми, между странами, оно расширяет наш кругозор, их, наверное, кругозор. Расширить кругозор, открыть для себя загадочный мир Японии и узнать больше о кимоно можете и вы. Экспозиция будет действовать еще на протяжении трех месяцев и продлится до 20 августа.